Привет, Страж! С тобой снова канал Трипл Вайп, я Джонни Лейни, и это новое видео о Destiny 2 Военный Разум. Наконец, мы дождались первого ресета с релиза DLC, и получили ответ на вопрос, как получить скаутку Анны Брей? Ну, вернее, почти получили. С ресетом Анна позовет Стражей к себе на разговор и выдаст артефакт Новый Рассвет 2.5, который будет, по сути, продолжателем истории Рассвета 1.5. В описании будет новое задание – убить 25 противников с помощью копья, имеется в виду, конечно же, Валькирия. Разумеется, проще всего сделать это на любом эскалацилонном протоколе. Если у вас в инвентаре залежался ключ от арсенала Распутина, подходите, берите Валькирию и за один заход на первой же волне выжигайте 25 тралей. Но если ключа нет, ловите паблик-ивент с варсатом на локации комплекса. Там также можно будет получить копье, однако за один ивент убить 25 противников будет непросто, да и ждать этого паблика может получиться долго. После этого задание обновится и вам предстоит отправиться в героическое приключение «Опсионический потенциал». Блин, сразу же совет, лучше не в соло, особенно если уровень силы ниже 350. Найдите компанию и проходите это приключение. По сложности оно не уступает какому-нибудь налету, а «Опсионов» станете ненавидеть еще больше. Обратите также внимание, что на приключение действует два модификатора. Из-за одного у вас будет быстрее откатываться рукопашная атака, а двигаться в положении сидя вы будете быстрее, а из-за второго здоровье будет восстанавливаться только при беге, так что миссия будет весьма подвижной. После ее прохождения нужно будет найти тайник в пещерах Маадима. Это горы справа от зоны высадки, ледниковый нанос. Бежим в затерянный сектор, в самом конце находим шкатулку и добываем из нее блок памяти. Возвращаемся к Ане, загружаем полученный блок памяти в терминал и подходим к Настюхе за наградой. Винтовкой разведчика технологии будущего РВПМК-2. По перкам у винтовки в арсенале тройной выстрел и постижение дзен. Сама винтовка с довольно большим уроном, хорошей дальностью стрельбы, но низкой скорострельностью. Для ПВЕ сгодится, для ПВП весьма средний на первый взгляд вариант. По сути, это первая версия винтовки Полярное Копье. Либо далее мы будем ее прокачивать до состояния экзотика, либо будем с каждой неделей получать новые прототипы с разным элементальным уроном, например. В экзотической версии, которую нам показывали разрабы раньше, напомню, есть перк, который после серии 4 выстрелов в Крит заряжает пятый на мощный огненный взрыв. Так что ждем развития этого квеста. Мне офигеть как нравится, что вот так вот порциями нас ведут через целые линии по прокачке нашего арсенала. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не пропусти следующие ролики, подпишись на канал, посмотри предыдущее видео. Уверен, найдешь много полезного. А я прощаюсь. До связи.